добрый день это православие мир меня зовут анна данилова и мы продолжаем наш цикл разговоров с известными людьми о благотворительности о смысле жизни о жизни смерти и любви сегодня у нас в гостях замечательный писатель член попечительского совета фонда созидания на рене абгарян расскажите пожалуйста вот когда я читала ваше интервью я обратила внимание что вы очень часто достаточно критически говорите о себе говорите там не знаю вот неудачницы несу разные там бухгалтер достигли например говорить про потолок писательский вот я хотела сказать вы человек который действительно но критически к себе относятся видимо и при этом вы знаете что такое настоящее на народную любовь писательская слава вот можете рассказать про вот этот вот опыт когда ты чувствуешь очень много к себе таких вопросов придирок когда ты чувствуешь себя по наехавший что в этой ситуации вообще делать как с этим справляться как с этим жить когда тебе кажется что то такое вообще маленький какой-то никчемный и мир такой весь большой страшный ну начну наверное самокритичность и я иногда сама за собой наблюдаю что она у меня зашкаливает ну во первых может это потому что я старший ребенок в семье и мы всегда ответственны за младших а у нас семье было пять детей и мой младший брат который родился как там не было 13 лет у меня периодически называл мамой потому что я вам очень здорово заменяла иногда когда мама куда-то уезжала вот эта ответственность она накладывает определенные критичные к себе отношения во вторых я родилась в общем маленьком городке практически деревне армянском патриархальном провинциальном и почтение к взрослым она у нас всегда было на первом месте она впитывалась молоком матери и в том числе взрослый любой взрослый в любой момент мог тебя остановить на улице сделать замечание и самое могли при том это могла быть какая-то совершенно незнакомая бабушка поэтому видимо наши родители нас легко отпускали на улицу на все четыре стороны потому что были уверены что если ребенок нашалил какая-нибудь бабушка обязательно за ухо его притащит домой и вот этот вот эта ответственность перед стариками которые у меня там в бердсе живут и их право в любой момент остановить меня на улице и сказать на рене что-то ты задаешься что-то ты как-то себя не по-бердски ведешь это конечно всегда меня держала в определенных рамках и потом моя первая книжка вышла когда мне было 40 лет в общем я уже была взрослым человеком и понаехавший я уже 16 лет уже жила в москве и это мне дало определенный жизненный опыт и не позволило наверно возомнить о себе слишком много я обычный человек с обычными недостатками и конечно мне было по всякому в москве и было очень тяжело и было невыносимо иногда но мне всегда везло на хороших людей они меня всю жизнь вели особенно на сильных женщин я когда приехал в москву я устроилась в интернет в отменный пункт я проработала там пять лет у меня была потрясающая начальница ольга федоровна которая прямо опекала всех на она меня многому научила и все же например например ироничному отношению к тому что происходит вокруг вот представьте себе 23 года тебе ты в общем выросла в маленькой патриархальной республики которая находится в блокаде войне ты уже достаточно много всего увидела ты приезжаешь в москву 90-х вот эти малиновые пиджаки эти вот чеченская первая война очень нестабильная ситуация тверская страшно было в город выйти особенно нам наехавшим мы не знали этого города он был прекрасный и страшный одновременно и ты работаешь в индурести в обменном пункте и ты впервые видишь столько всего казино какие-то криминальные авторитеты звезды которые вчера были звездами а сейчас они никто потому что никому не нужны и для того чтобы ты ко всему этому адекватно относился не пугался например нужно уметь быть не просто ироничным в том числе ироничным но наверное достаточно самокритичным и милосердным и вот этому меня в том числе и учила моя прекрасная начальница ироничным и при этом милосердным да ироничным к себе милосердным другим я видела телевизионных звезд которые приходили в отменный пункт у них было очень мало денег они буквально в копеечке наскребали для того чтобы купить 5 долларов вы знаете в этой ситуации нами найдутся люди которые захотят как-то самоутвердиться сказать о а я вас по телевизору видел а вы сейчас вот а единственное правильное в этой ситуации просто относиться к человеку как к обычному клиенту уважительно помочь и ничем не выдать того что ты его узнал улыбнуться если ему захочется чтобы ему что-то сказали в этом случае вы можете ему сказать я вас люблю я вас долго наблюдала я люблю ваши фильмы как-то так а чтобы вы еще сказали тем людям которые нас сейчас смотрят которые вот чувствуется что как-то не складываются не вот чувствую себя неудачниками моя бабушка говорила что если закрывается одна дверь обязательно открывается другая просто нужно не верить то что она откроется а нужно ее искать она обязательно есть и мне кажется это очень правильные слова всегда нужно отчаяться всегда можно бросить попытки взбить это молоко в спитанном и всегда можно уйти на дно но почему не попытаться сделать что-то для того а чтобы та жизнь которая тебе дарована это это действительно огромный я дар чтобы она была как можно дольше чтобы чтобы вас была возможность как можно больше утр да вот ты присыпаешься утра ты радуешься солнцу это же так правильно так хорошо нужно стараться чтобы этого было как можно у вас есть не знаю время ресурс утром чтобы порадоваться солнцу я радуюсь вечером перед сном а ну я я радуюсь всему дню и я люблю любую погоду просто в москве очень долгие зимы иногда они конечно да не хватает солнца вечером когда я укладываю спать единственная моя молитва это когда я укладываю спать я говорю господи спасибо тебе за этот день и мне кажется этого вполне достаточно для того чтобы держать связь каким-то я не знаю какими-то благими вещами которые тебя подпитывают и надеяться на следующий день расскажите пожалуйста вот возвращаясь к этой москве 90-х к вашему такому долгому пути к первой книги как вообще когда вы как это происходило как и когда вы писали вот вы начали писать про манюни в жиже и выкладывать а где вы находили время и силы и ресурсы как это но это уже было девяносто тебя там кажется году если я не ошибаюсь я тогда уже давно не работал в интуристе я работала бухгалтером и я не кривлю душой когда говорю что я была самым неудачливым бухгалтером москвы это действительно было так хотя у меня вдруг как-то спросил меня это сколько твоих начальников ты села это у них один не сел вот как ты была прекрасна бухгалтером я была ужасно собой недовольна потому что если у моих коллег отчетность сходила с первого или со второго раза она у меня сходилась восьмого раза и не факт что она вообще бы сошлась я просто я с огромным уважением отношусь к бухгалтерам потому что понимаю какая это сложная работа это самодисциплина это организованность всего этого мне не хватало к сожалению я не могу работать там где тебе говорят нужно делать так и . мне нужно понять почему нужно так делать а мне говорит не вникай просто вот вот нужно вот так и все это меня выпишивала всегда и от какой-то наверно такой нереализованности тут профессиональной потому что у него была собой жутко недовольна я себе завела страничку в жж и я стала писать туда какие-то посты а потом в какой-то радости я стала вывешивать туда истории из моего детства притом у меня был такой достаточно тяжелый период жизни потому что мне поставили диагноз россияны склероз слава богу его через три года сняли это был ошибочный диагноз не в общем с ним жила и это было очень угнетенное состояние как так получилось что в этом угнетенном состоянии я стала писать смешные истории я для себя вот этот механизм объяснить не могу может не помогло подсознание как-то выкарабкаться из этой ситуации может это та самая пресловутая сметана которую ты взбиваешь в масло в любом случае я писала эти истории я бы не сказала что я думала о какой-то терапии мне было смешно и весело их писать и когда ко мне обратилась издательство я очень шуточно так согласилась то есть не серьезная к этому отнеслась я думала ну выйдет тиража одень книжки и все больше ее читать не будут 4 тысячи экземпляров сразу разошлись да они разошлись буквально кажется за за месяц когда мне мой главный редактор александр прокопович написал что в общем будем допечатывать вот тогда я поняла что это ответственность большая и нужно как-то стараться уже соответствовать тому что у тебя есть книжка а когда вы вообще писали на работе после на рабочем компьютере на домашнем как это происходило я писала в любое время когда у меня была возможность я могла даже пробки я вот где-нибудь стою и чего-то там набираем и утром и днем и вечером когда у меня вышла вторая мания я уже ушла с работы и у меня ежедневное время когда мне лучше всего пишется это утренние часы поэтому утренние часы этого сколько у вас ну если допустим у меня сын студент он просыпает семь часов уходит в универ я его провожу в мир в большой город и сажусь работать иногда три иногда четыре часа я открыла какие-то удивительные вещи о которых теперь никто не расскажет например писатель да и вообще человек занимающийся творчеством он работает за счет своих эмоций своих чувств текст создается он не берется откуда-то подпитываешь ты себя своей любовью нежностью привязанностью всем тем к чему привыкли твои родные а и в какой-то момент ты начинаешь понимать что все что у тебя есть внутри забирает рукопись у тебя не остается даже самых простых эмоций для родных и вот тут нужно себе сказать стоп нужно разграничить время допустим четыре часа в день работать остальное время заниматься какими-то другими делами восполняться чтобы когда вечером к тебе вернулся твой сын горячо любимый чтобы у тебя были силы поговорить с ним обнять его поцеловать наверное какие-то творческие люди этого не знают поэтому среди вот писателей художников и прочее прочее действительно очень много по-настоящему одиноких людей нужно уметь себя держать вежевых рукавицах и и заставлять работать но знать границы когда нужно остановиться и как раз очень хотела спросить про одиночество как вы его понимаете одиночество уединение это такое это разные вещи это или может быть это примерно одно и то же есть ли здесь какие-то границы как вообще вам одиночество и уединение это совершенно по-моему разные вещи уединение это для меня лично для интроверта это просто счастье потому что ты можешь слышать ту музыку которую ты любишь ты можешь заниматься тем что ты приятно заниматься ты создаешь какую-то такую атмосферу которая тебя более-менее устраивает и в этой атмосфере работаешь вот это для меня уйди уединение одиночество для меня пытка потому что я должна постоянно ощущать любовь близких людей и я должна в ответ отдавать им любовь когда тебе некого любить а то фактически смысл твоего существования сводится наверное к нулю а поэтому я не готова быть одинокой и я не смогу быть одинокой и у меня есть близкие друзья которых я очень люблю несколько лет назад мы с моим прекрасным мужем развелись и у нас сейчас прекрасные очень дружеские отношения и вы знаете я ему бесконечно благодарна а потому что благодаря его поддержке я стала писателем он это знает я ему постоянно об этом говорю у нас общий ребенок и он часть моей жизни и благодаря в том числе ему я не одинока благодаря моим родителям моим друзьям моему сыну моему любимому человеку людям которые периодически появляются в моей жизни и уходят но оставляют бесконечно прекрасный след я каждому из них блогу благодарна и благодаря каждому из них я не одинок даже забыл следующий вопрос так заслушалась сразу но такой волне так здравствуйте мои вопросы нарины скажите пожалуйста а вот вы воспитывали сына в москве а вот я хотела спросить про вот эту разницу между вот это отношение к старшим которое есть в армении которые есть во многих странах здесь в москве получается его создать нужно она вообще есть вот в этом смысл или нет как вот у вас это вы знаете я в том числе это наблюдаю москве потому что скажем так человек наверное не интеллигентный а человек порядочный он в любом случае относится к старшим с уважением я это наблюдаю в нашем доме когда и не только мой сын но и другие подростки помогают старшему пропускает их в лифт и вообще в любой момент готовы как-то в сумку понести и это очень подкупает это очень правильно это какие-то вне временные общечеловеческие ценности которые существуют вместе с любовью нежностью привязанностью и это наверно цивилизационный код пока она есть данная цивилизация существует как только начинает разрушаться это уходит цивилизация поэтому моего сына например прекрасные друзья которые нежно привязаны к своим бабушкам дедушкам это меня невозможно у них подкупает у эмили есть друг федор он периодически очень смешно и прекрасно рассказывает о своих бабу дедушках один из которых военный и мне мой сын приносит какие-то истории я с невероятным удовольствием все это слушаю и мне так нравится то что вот ну которому 21 год в общем уже взрослый человек находит время на общение с дедом который очень отличается от него потому что дед военный такой со своими какими-то понятиями со своим отношением к стране наши дети они более свободные они более открыты миру ну это должно быть без этого никак и я очень рада что в москве я ровно то же самое наблюдаю а как вы вообще сына воспитывали так вот когда старший там входят надо вставать или как это происходило таким вот таким горели каким-то вещам ты безусловно ребенка своего учишь но я я может и ошибаюсь но мне кажется что они для научить вежливости нельзя научить порядочности нельзя научить каким-то таким человеческим ценностям человеку он с ними приходит очень тружен трудно что-то объяснить хаму а я абсолютно уверена что дети это прекрасные существа портим их мы поэтому а равно удаленное отношение не сюсюканье а отвечая ребенку если он спрашивает искренне потому что если ребенок спрашивает он уже готов к ответу а недавно я прочитала у своей подруги замечательную фразу о том что все что услышал ребенок он на это имеет полное право это уже его и это правильно какие такие вещи учат детей быть людьми все это должно быть ненавязчивым очень уважительным без вот это вот а то поставлю в угол а то не получишь конфет но не получит он у тебя он день будет в другом месте ведь конфеты найдет они шустрые вероятно умненькие много умнее нас так говорили про то что ваш один из основных принципов воспитания это всегда говорить ребенку правду можете про это рассказать поподробнее но это же такая очень сложная на самом деле история очень ответственная понятно что эту правду в четыре года ты преподносишь как-то по-другому в 12 лет по-другому обратить совершенно по-другому однажды мне имели сделал вот такое изнушение ведь мам я вот пришел в семь лет сказал тебе что просил у тебя есть дед мороз или нет ты мне ответил нет могла бы уж как-нибудь меня поберечь я говорю сыночек ну извини пожалуйста но это ты продолжал писать письма деду морозу ждать подарков там да да 11 и 12 лет это я пользуюсь уже у меня сердце было разбито я уже знал что деда мороза нет и мне тесто говорят стало немножко стыдно может действительно нужно было пробить это сказку для от сына не знаю ну и я всегда старалась быть с ним откровенной и поэтому я никогда в нем не сомневаюсь я знаю что если у него будут какие-то проблемы он обязательно с ними ко мне придет и мне скажет и своему отцу скажет и это в том числе залог спокойствие родителя он тебя не обманет ты его не обманывал вы говорили что вы избежали в общем-то этого кризиса переходного возраста очень повезло очень у моего сына не было пубертатного вот этого возраста этих завихрений но мне сказали мамочка они у вас могут быть впереди не волнуйте ждите они бывают у всех я была компенсация за такое ваше бурное где да мы были очень сложными детьми очень сложными подростками нашим родителям действительно досталось от нас может потому что нас было много одно дело это у тебя один ребенок и наверное можно легко предугадывать и как-то обходить стороной все эти подростковые завихрения другое дело когда у тебя 5 детей у каждого 7 пятниц ну то есть ваш сын не сможет рассказать такие замечательные истории про отрезанную косу взорванный туалет и прочие вещи туалет взрывала я я просто переписала на мальчика в книжке на самом деле туалет вот вот такой я нехороший был ребенок в семье а ну иметь кстати не сказал мамкой ты знаешь фактически у меня не было детства и кстати когда я выступаю в школах дети часто говорят о том что нам было такое детство я говорю тогда у вас не будет компьютеров ничего бокс не будет компьютер если бы у нас были компьютеры мы были бы вот такие же точно дети если бы у нас был интернет и прочее прочее нам просто не было не некуда было себя девать вот мы слушайте а это хорошо или плохо вот может быть лучше чтобы там все они сидели где-то там у себя в ноутбуках в телефонах с игрушками или они очень отличаются зато спокойно за них вот он тут сидит где-то там и не знаю мне не жаль и очень что допустим мой сын не лазил по деревьям не не вытворял все то что мы вытворяли мы он не был пионерском лагере и тот опыт который мы в общем приобретали в течение нашего детства грандиозный огромный опыт а с другой стороны я рада что всего этого у него не было он не знает что такое деревенский сортир например он не знает что такое допустим жить без горячей холодной воды а они будут вот эти вот дети которые сейчас им по 15 16 20 лет они очень от нас отличаются они прекрасные они думают по-другому они а у них цели другие может они решать те вопросы которые не смогли решить мы может быть очень я на это надеюсь мы в общем за собой оставляем огромный бурых проблем нерешенных а наоборот у вас углубленных это чаще материалистическое отношение к миру какой-то вот мы же по сути своей наверно больше мы не лирики человек хищник и мы наблюдаем мы же жили с надеждой на то что когда-нибудь не будет войн войны не прекращаются количество беженцев увеличивается и мы живем неправильно мы что-то делаем неправильно это как-то нужно менять и может наш дети которые это совершенно другой взгляд на мир может они как-то договорятся между собой и изменит этот мир к лучшему время скажите пожалуйста когда вы вообще в вашей жизни впервые появилась вот это понятие война мне было восемьдесят восьмом году мне было 17 лет а тогда уже советский союз распадался и тогда начиналось только-только тлел конфликт национальными между отмене и азербайджанами я не верила что это когда-либо может превратиться войну потому что у меня жили в азербайджане родственники я там проводила лето и я я любила очень гералбат где жили моя бабушка и мой дядя я любила ханлар эти были города где я бывала достаточно часто и как-то война она резко как-то сразу закрутилась и я поверила в нее только тогда когда стали приходить беженцы было очень много они шли прямо таким большим потоком через границу из ближайших районах и приезжали и в общем вот тогда я поняла что эта война она наверное надолго а потом стали бомбить вертой и я наблюдала первые смерти люди же когда когда бомба взрывается люди выбегали первое время посмотреть нельзя выпекать или какие-то вещи о которых ты знаешь только когда живешь военной зоне например если ты услышал звук выстрела значит ты жив потому что пуля опережает звук тебя не убило какие-то такие вещи они конечно формируют тебя не ранит потому что всю жизнь и дальше ты живешь со страхом этой войны она тебя периодически настигает и я наблюдала это на моих родственниках эти чудовищные приступы паники которыми невозможно справиться но в общем она моей жизни случилось когда мне было 17 лет я уехала из армении когда мне было 23 года все это время была война и она щас к сожалению перманент продолжается потому что конфликт войны не утих и наверное надолго потому что в этом регионе очень много игроков совершенно полярными интересными и видимо это будет история такая приблизительно как наверное у израиля и палестины хотя мне бы этого очень не хотелось мне бы хотелось чтобы война там закончилась очень по ту сторону границы тоже живут люди они тоже хотят мира они ровно также оплакивают своих детей вы знаете так мало ненависти на приграничье которая вынуждена выживать в этих условиях когда простреливают детские сады и дороги и прочее прочее люди которые там живут ежедневно они борются за жизнь них так мало ненависти и так много ненависти там где-то в тылу в ереване мне так страшно все это наблюдать нужно периодически людей было привозить туда на границу чтобы они просто поумнели немножко как-то так марина скажите пожалуйста а вы встречаетесь наверное ты иногда с таким тоже отношением что война на подумаешь да можем повторить да мы им покажем о чем вы рассказываете в такие моменты когда хочется людям сказать вы не видели войну ну во первых очень горько когда люди такое говорят во вторых я не отсуждаю их потому что они знают что такое война и может когда-то я ровно так говорила когда не знала что такое война мне бы не хотелось чтобы люди просто узнали что это такое потому что ничего хорошего она с собой не приносит и она действительно есть даже война заканчивается она очень долго не уходит потому что люди которые пережили войну и пережили этот страх они потом долго тяжело болеют и а в перде в одно время на улице было так много сумасшедших и это были молодые люди молодые и красивые девочки которые просто не выдержали страх и зашли с ума огромное чудовищное количество людей с онкологическими заболеваниями это вот последствия войны и мы наблюдаем это будет по сей день поэтому война это не шутка это не не выстреливание это огромный вырванный отрезок из жизни определенного конкретного народа который я не уверена что русский народ или украинский народ или белорусский народ еще отошли от второй мировой войны вот поэтому там нет ничего бравурного ничего не там не должно быть вообще брать не оружие это грязное очень нечестное неправильное и абсолютно нечеловечное когда вы говорите что не уверена что мы отошли от второй мировой войны что вы имеете ввиду я граница травму с которой живет народ просто сменились уже поколение очень мало осталось людей которые великоотечественную видели а то есть это травма и вы иметь ввиду передается через поколение она передается потому что это разговоры я это знаю по себе это что там вторая мировая а события 100 летней давности которые были которые пережил мой народ да вот резня и прочее прочее мы живем генератор психотравмы мы живем с этой психотравмой и это вот такое угнетенное состояние из которого конечно нужно как-то выбираться то же самое вторая мировая война потому что мама говорит что ее папа который прошел всю войну он никогда не рассказывал и в общем мужчины при вернулись искалеченные душой и они пили и кутили как-то пытали восполнить вот ту дыру в душе которую зияющую дыру в душе у них не получалось и они рано уходили и ну да это психотравма и это наблюдали мои родители это наблюдали мы кто заставал своих бабушек дедушек поэтому как такой очень хороший замкнутый круг нарина скажите пожалуйста вы говорите что с одной стороны вот такие вещи как разговоры про геноцид геноцид армян нужно уметь как-то перешагивать а с другой стороны надо нужно ли сохранять память об этих всех событиях как вот с этим быть знаете есть такая потрясающая гуманитарная премия аврора я очень горжусь что ее придумали мои соотечественники это премия которая ежегодно выручает человеку который сделал многое для спасения человечества в прошлом году например эту премию получил доктор катена американский врач который живет в южном судане единственный хирург на 400 тысяч жителей горного судана у него в день прием растягивается в день принимает 500 человек например он оперирует он героический человек и для того чтобы он приехал присутствовал на эти при на этой премии из армении выехали три врача и 5 дней которые он проводит правил в армении они там не покладая руты рук работали и он эту премию поручил получил я за него очень болела а народ у которого есть такая чудовищная психотравма у него два мне кажется выхода или плакать постоянно постоянно переживать это горе или попытаться как-то перешагнуть перешагивать можно такими шагами такими поступками меняя отношение к трагедии не считая себя жертвой а считая себя победителем что меня хотели уничтожить но я выжил я победивший нужно поменять психологию отношения к этой трагедии иначе мы рискуем навсегда остаться скорбящим безвольным народом мне бы этого очень не хотелось я моя прабабушка папина папина бабушка она 40 лет прожила с пробитой головой ей пробили прикладом голову у него вот здесь на затылке решили лилась кость и у него были злины очень красивые волосы и вот там вот растягали эти волосы потому что когда немножко отрастали они оттягивали кожу и эта кость ходила и ей было больно и это наблюдал мой папа которому было шесть лет и и мой папа как-то сказал ты знаешь я очень любил невероятно любил она была она невозможна она не в состоянии было кого-либо любить потому что она потеряла родных во время геноцида и она боялась кому-либо еще привязаться и его потерять и он вот я все это наблюдал и все это естественно оставила чудовищный шрам на его душе он рассказывал об этом нам это травмировал нас мы рассказываем об этом нашим детям наверное нужно что-то сделать для того чтобы хотя бы наши внуки относились к себе как к людям выжившим они как к людям которые которых когда-то убивали нужно помнить обязательно нужно делать все чтобы чтобы управдать свое существование раз ты вышел у тебя миссия ты живи дальше вы говорили что общечеловеческие проблемы они более одного народа это война и одиночество стариков вот вы много часто у вас вот это вот мысль слова про стариков про можете про это рассказать старики это для меня действительно очень важная немножко больная тема потому что они сейчас остались в одиночестве моя бабушка мамина мама она была из поморов она родилась деревня гора на северной двине и я очень хотела когда нибудь туда поехать потому что мне так важно в том числе посмотреть ту среду которая которая подарила нашей семье такого удивительного человека как моя бабушка я погуглила а по сведениям 2014 года в деревне гора которая была огромная деревья живет эти четыре человека по описи и я понимаю кто там живет как они живут и то что завтра там будущего уже нет и я не знаю как эту ситуацию изменить я к сожалению могу просто переживать я могу в книгах своих придумывать деревни где живут старики и пытаться как-то вдохнуть туда надежду и жизнь как эту проблему на самом деле решать к сожалению я не знаю я ребенок которого в том числе воспитывали бабушки дедушки прабабушка и поэтому они огромная часть моей жизни и я не могу от них отвернуться и сказать что вы знаете вот это течение жизни но мы рождаемся потом мы здесь становимся зрелыми взрослыми потом мы стареем и мы умираем а старость это же не возраст это вот именно одиночество вот когда к тебе никто не приезжает вот эта старость и она может настигнуть тебя и в 30 лет и в 20 и в 50 мэрина скажите пожалуйста а вот эти три года которые вы жили с достаточно тяжелым диагнозом как вообще вы про него узнали как это произошло у меня были тяжелейшие мигрени я обратилась к врачу мне сделали ряд анализов и мне сказали что вы знаете у вас наверное все таки рассеянный склероз а я не знала что такое рассеянный склероз я вернулась домой я прочитала я ужаснулась испугалась а потом я решила что в общем ну что поделаешь легли тогда спать рассказывать ну у меня всегда так вы знаете я не могу объяснить почему со мной таки пойду с горя насплюсь вернулась баба яга из горя легла спать я отключаюсь я могу проспать суток это хорошая защитная реакция на самом деле и меня очень поддерживал сын и меня очень поддерживал бывший муж и родители мама в какой-то момент узнала и она сказала господи это такая ерунда я говорю мам ты знаешь что это такое да я знаю что это такое во-первых а во-вторых я в это не верю сказала мама мудро а потом уже спустя ну и я как-то отпустила эту ситуацию я не помню такого что я рыдала там подушку господи ну вы совсем не думали про то что вообще у рассеянного розы очень такие печальные перспективы думаю конечно я приблизительно планировала свою жизнь я планировала жизнь своего ребенка я понимала что через какое-то время допустим ему нужно будет все взять на себя потому что я наверное не смогу его подстраховывать а конечно это в том числе был очень такой задорный период в моей жизни потому что муж и сын пытались как-то меня поддержать и это не всегда очень укрюже получалось мы попадали в какие-то смешные ситуации но это было вот я знаю про рыбалку где вас комары покусали какие еще были изрешетили просто ну там они чего-то готовили что-то обязательное съедобное потом приходилось целый день на кухне прибираться или там мы пытались куда-то выехать а у нас по дороге глохла машина ну всякое такое вы знаете семейка фантоци а потом через какое-то время мне просто посоветовали пойти к другому врачу и вот тот врач вы знаете я не звали на константином она кажется вы знаете когда сильные переживания память стирает не только тех людей которые тебя ранили но иногда и тех людей которые тебя вытащили страшно возвращаться туда она конечно сказала деточка это все ерунда я вам конечно рассеянный склероз полностью снять не могу он у вас просто под вопросом но я уверена что у вас его просто нет и живите с этой мыслью что его у вас просто нет вот и мы решили что у меня его нет но после того как я об этом написала у себя о рассеянном склерозе мне в личку написал наверное человек 30 и все они говорили что у них такой же диагноз и я всем советовала обратиться к врачам еще раз пройти обследование и не раз пройти обследование потому что у нас в стране очень много людей живут действительно с ошибочными диагнозами вы знаете только у одного из этих 30 рассеянный склероз все-таки подтвердился и каждый из них потом мне отписывался всех оказался неподтвержденный 29 человек же жили вот с этой каторгой на душе при том у них не было рассеянного склероза только у одного он подтвердился в такой момент даже не понятно то ли смеяться то ли плакать то ли радоваться что такие его нету то ли переживать за все вот эти годы в общем тяжелые достаточно испытания они все освободились и они живут и радуются как вы чувствовали себя после того когда вам сказали все не так нету у вас ровно так же я не скажу что у меня а не я вышла я я даже не плакала я рыдала мне кажется у меня все все платье было мокрым прямо единственная мысль которая у меня в голове была что у меня есть сын и я сильная вот как-то вот так вот и все я пришла домой и жизнь потекла своим чередом я приготовила обед я билась над очередным отчетом бухгалтерским которое снова не сходилось было вредно и я тогда уже писала вторым моментом кажется как-то так меня поражает вот это ваше такое не знаю легкое дыхание умение так радостно и спокойно относиться к таким сложным моментом в жизни это у вас откуда я легко отношусь когда это это ко мне имеет отношение если к моему сыну имеет отношение или к моим родным это совсем другая история понимаете это вот бегание по потолкам никто не отменял ну наверное это нормальная человеческая реакция меньше всего боишься за себя больше всего боишься за родных близких и потом когда проходит определенный период то ты все это осознаешь переживаешь и как-то по-другому уже другими словами рассказываешь недавно мне мне знакомая мы как раз обсуждали мой развод она говорит знаешь два года два или три года назад ты говорила совсем другими словами я говорю какими другими словами она говорит ты те же события просто рассказывала там интонация была другая переживаешь отпускаешь живешь уже другой жизни и говоришь другими словами Марина а каким врачом вы хотели стать это больная тема конечно папа очень хотела чтобы я стала врачом и я очень хотела стать врачом а папа у вас по специальности какой у вас он стоматолог он челюстный доцебой хирург ну всю жизнь так как жил в Берде когда-то обещали отделение открыть вот стоматология в Армении это прямо признанная сила даже в Москве по-моему считается что вот вы знаете быть дочерью стоматологу очень сложно потому что вот этот специфический запах стоматологического кабинета которого ты боишься ужасно он преследует твою попу постоянно он возвращается с работы и у тебя такое отторжение ты не можешь его обнять пока он не пойдет в душ и потом все-таки это нервная работа бедный наш папа конечно ему иногда было обидно потому что приходят люди априори тебя боятся ты еще ничего не сделала а тебя уже боятся это конечно очень расстраивает посмотрите на стоматологов как на людей они хорошие поверьте мне и пап конечно хотел чтобы я тоже там поступила или на лечфак или на стоматологический но я не поступила потому что я провалила химию и в том же году я подавала документы в институте Небрюсова русского и иностранных языков в Ереване и поступила туда вот таким образом я стал филологом А вы сами себя каким врачом видели? кем бы вы хотели стать? я думала что я буду что-то делать допустим лечить сердце может быть может быть кардиологом может быть как это скажем так замещается я знаю огромное количество людей которые очень сильно хотели стать врачами не получилось кто-то уходит например в медицинскую журналистику я вот ужасно люблю брать интервью у врачей фотографировать операции и чувствую что у меня прямо здесь вот сублимация какая-то происходит а как у вас? в чем-то это компенсировалось? ну наверное это компенсировалось книгами потому что я например никогда не предполагала что я стану писателем и вот это счастье это действительно для меня это счастье я конечно очень самокритичный автор но то что у меня есть в книжке это огромный подарок я за это бесконечно благодарна всем в первую очередь читателю которые эти книжки читают а ну это наверное моя врачебная вот такая мечта которая вылилась в книжки в писательство помню вам писала одна читательница что так смеялась что у нее разошлись швы было дело вы знаете это вот та ситуация когда не знаешь то ли сочувствовать то ли радоваться потому что она мне написала что на Рене я после операции читала Манюни наехавшую не помню у меня разошли швы я ей пишу ой какой извините пожалуйста и прочее прочее она мне пишет такая ерунда швы по новой поставили зато я так смеялась так смеялась а чем еще вам пишут много наверное а вы знаете за все это время ну может один или два комментарий одно или два сообщения в речку были негативными люди благодарят за книжки люди пишут о том что они стали с ними как то они помогли какой-то тяжелый период в жизни особенно меня очень прям в душу пронзают письма где люди пишут что у них уходили родители им было тяжело но они читали Манюню им было и они очень радовались и в общем я даже когда была в Америке одному такому человеку который тяжело уходил и ушел Манюню читал и дочь говорила что ему стало как то проще его семья попросила мне ему подписать книжку посмертно и я ее подписала и это наверное очень это трогательно наверное как вы понимаете смерть смерть это безусловно страшно но это неминуемо я скорее не смерти боюсь я боюсь каких-то физических страданий боли и прочего и я очень боюсь своих близких и родных а так естественно это наверное переход в какое-то другое состояние в чем смысл жизни если потом все равно наступает вот это точка и вот человека с тобой рядом нету это конечно чудовищная трагедия когда мне было 10 лет когда у меня умерла бабушка и я видела как плакал мой дядя папин брат старший он ушел куда-то он искал комнату где мог себе позволить плакать потому что дома было очень много людей и он зашел в ту комнату где была я и моя двоюродная сестра его дочь старшая и видимо негде было спрятаться он там рыдал просто минуты две-три а потом утер слезы и вышел он в общем считал что он не имеет права при людях плакать и я наблюдала как в общем бабушку унесли а потом эти люди вернулись сели за эти столы и в общем ели и поминали ее и жизнь это все равно продолжается от того что один человек ушел ничего по сути не меняется я тоже уйду вместо меня будут другие люди которые ровно так же будут жить и будут счастливы и будут влюбляться и рожать детей а то есть смерть это не точка это точка для конкретного человека у которой есть определенный отрезок жизни он ее худо бедно проживает и уходит и это правильно наверно потому что все что иметь начало должно иметь конец хочешь того или нет а хотя мы с моей сестрой когда говорили на эту тему Сонечка говорит я бы хотела жить 600 лет я говорю что бы ты делала 600 лет это же скучно я бы придумала я бы придумала и я верю что она бы придумала это не нужно смерти бояться я думаю ну я бы не хотела еще раз родиться и вот эти мои родные и близкие и этот мой ребенок и все мое любимое и другого не хочу вы верите в бога я верю в бога но я человек не религиозный как вообще было все в религиозном плане у вас построена вы как-то в церковь ходили или я вообще безусловно представитель христианской культуры и естественно для меня с детства и пасха и рождество в том виде в котором мы его представляли это потому что в советское время это был новый год и только там бабушки дедушки говорили про рождество а мы даже не очень понимали что они цветут оно в моей жизни присутствует и я конечно не исключаю что среди священников есть много прекрасных людей а я их уважаю и я с огромным уважением отношусь к религиозным людям но я для тебя решила что бог отдельно церковь любая церковь отдельно в общем по большому счету богу не важно какое ему помещение отводят для того чтобы он там для кого-то существовал для меня он вот здесь а единственное что у меня есть такое из нашей религии это конечно когда уходит человек я обязательно зажигаю свечку я просто не знаю какого-либо другого способа как с ним попрощаться годовщина моих бабушек дедушек и прочее я всегда зажигаю свете но мне кажется религия в том виде в котором она сейчас существует это конечно скорее такой знаете атрибут ненужный атрибут жизни потому что в свое время действительно священные книги они несли очень тяжелую такую хорошую функцию они заменяли конституцию людям сейчас есть свод законов и видимо можно уже отойти от догмы но это тоже личное дело каждого человека я для себя решила так я когда приезжаю в Армению и вижу как много построений новых церквей это меня возмущает я про себя думаю господи вы бы лучше рабочие места создавали зачем эти огромные пустые церкви когда люди уезжают потому что им невозможно устроиться на работу разве это вера в Богу то есть вас смущает ситуация когда много говорится о духовности правильности значит религиозности но при этом реальные заботы какое-то правило это путая декорация совершенно бездушная поэтому я если уж я захожу в церковь я предпочитаю зайти в ту церковь в которой 500 лет хотя бы потому что я знаю что это намоленная туда приходили люди со своими горестями и радостями в общем они там что-то получали а не вот эти вот вот этот вот новодел который наверное строят какие-то богатые люди в надежде на то что им будут прощены какие-то грехи вы бы лучше заводы строили школы мне скажем так здесь с одной стороны конечно хочется возразить хотя у нас формат этого не предполагать потом просто сказать не то что возразить а просто так получилось что в моей жизни как раз когда мне было 17 лет я была студенткой первого курса филологического факультета и у меня было какое-то абсолютное чувство тоже не вот никчемности ненужности и какой-то своей бессмысленности существования и у нас тогда на моем пути от метро к дому построили храм который тоже мне сначала казалось зачем тут развели стройку а потом вот я стала как-то в него заходить и встретила ну вот настолько любящих вот просто ни за что бабушек мне очень повезло что я ни разу в жизни не встречала сердитых бабушек которые там за что-то за внешний вид отчитывают что вот не знаю для меня просто вот как раз такой новый храм был вот той точкой в которой я поняла что кажется я здесь останусь кажется вот я нашла какую-то точку приложения себя что-то поняла о себе поэтому вот просто рассказать что разные истории у меня как раз с таким новым храмом была связана Нарине скажите а у вас в жизни был момент были моменты такого вот настоящего откровенного разговора с богом я думаю они случаются чаще чем мне бы это хотелось потому что мне кажется ну зачем его тревожить постоянно какими-то мелкими просьбами я я постоянно я стараюсь его только благодарить на самом деле а если я у него что-то прошу мне жутко неудобно я говорю господи ты прости меня пожалуйста я вот что-то там пытаюсь как-то ну вот но я не представляю наверное наверное в природе не существует абсолютных атеистов человек в любом случае во что-то верит он очень одинок он сам в себе и ему все равно нужен кто-то с кем постоянно нужно вести диалог а человек мыслящий в этом диалоге нуждается и ему не важно наверное даже будет оттуда это монолог но это в любом случае диалог потому что с кем-то говоришь и то что оттуда тебе не отвечают это ничего не означает ощущение того что ты не один даже сейчас даже в абсолютном в абсолютном каком-то неведении тяжелейшей ситуации это поддерживает хотя когда я вот женщины которые рожали без обезболивания не дадут забрать есть такой предел боли когда ты забываешь все когда боль наверное превращается в Бога потому что кроме нее ничего нет ты не помнишь как тебя зовут ты ничего не помнишь и когда ты уже родил ты уже отходишь ты с удивлением вспоминая господи я маму папу забыла я в этой боли забыла все совершенно все есть такие ситуации в жизни когда Бога нет совсем или Он это боль как-то так вот я у меня была очень верующая бабушка бабулечка моя она когда приезжала к нам домой в Перд ну в армянской церкви вообще икон такого понятия икон нет вот она открывала миниатюры Тороса Рослина среди вековой миниатюры и молилась я говорю бабуля что оно тебе дает они такие красивые их погладить приятно есть вот есть вы чувствовали что вот это вот ответ на вашу просьбу мне кажется то что допустим нет диагноз то что я написала к ней это ответ однажды мне было наверное лет 30 и ну я был такой тоже непростой период в жизни я вышла из метро прямо во время прямо перед вечерней и зазвенели колокола и я я во-первых я зарыдала потому я очень редко позволяю себе я плакса но редко я позволяю себе на людях разрыдаться а тут как будто крайне какой-то открыли и я стою и рыдаю и такое ощущение будто весь этот колокольный звон это огромный такой огромная симфония огромный такой незримый колокол который накрыл меня и звенит вот этот звон он для меня вот этот звон он именно для меня и я помню недалеко стоял медикционер молоденький мальчик он был до того перепуган моими этими слезами но он не подходил ко мне он все это время за мной наблюдал а когда этот звон утих он вытащил из кармана платок подошел и говорит возьмите вы знаете ну видимо это и есть разговор с богом расскажите про маркеса как вообще с чего вы начали его читать как произошла ваша первая встреча пожалуй я бесконечно благодарна моей маме за то что мы вообще состоялись и я состоялась в том числе как писатель это все благодаря ей она любила ставить перед нами неисполнимые задачи она когда мне было 14 или 15 лет я не помню она вручила мне книгу Фолкнера шум и ярость и сказала Нына я конечно знаю что ты ее не поймешь но попробуй прочитать безусловно вот это вот я знаю что не поймешь подстегивает любого подростка первое желание доказать маме что я пойму я естественно начала читать ничего не поняла пришла к маме покаянная она мне объяснила что первая часть рассказывается от имени героя у которого синдром Дауна и в общем все стало на место и я уже читала эту книгу другими глазами то же самое было с Маркесом я в том же возрасте прочитала столь это одиночество но пожалуй первое его произведение которое произвело на меня какое-то совершенно оглушительное впечатление и сформировало все мое дальнейшее мировоззрение и мое отношение к жизни это его рассказ самый прекрасный утопленник в мире или самый красивый утопленник в мире могу перебрать название я помню когда я этот рассказ прочитала я была до того до того обезоружена до того оглушена тем что той истиной которая мне открылась что я его перечитала еще раз и на завтра еще раз перечитала это история о деревне бедный решенный о деревне рыбаков однажды к берегу прибивает утопленника он бывает он он весь в ракушках в тени и когда они его обмывают они видят что он очень красивый и они решают что его зовут эстебан потому что такого красивого мужчину могут звать только эстебаном и они придумывают его жизнь ему жизнь умывает до того огромным что они представляют как он везде был лишний как он подпирал везде стену потому что им некогда было сесть и женщины оплакивают ее а мужчины уходят в другие деревни чтобы найти какие-то ткани и сшить ему одежду и из других деревень приходят и видят что этот эстебан действительно он совершенно прекрасный и так как деревня должна его похоронить они понимают что невозможно такую красоту похоронить и они шьют ему одежду они украшают его тело цветами и они возвращают его морю и с этого дня они меняют свою деревню они приводят ее в порядок они поднимают пороги домов они сажают везде цветы они превращают свою деревню прекрасный цветущий цветник чтобы когда-нибудь если бы душа из табана туда вернулась ему там было хорошо во-первых во-вторых как можно это придумать во-вторых как может один конкретный мертвый человек изменить жизнь очень многих и как можно об этом так убедительно написать вот пожалуй это было первое мое серьезное потрясение которое надолго потом пребывало со мной вот так что я Маркеса безусловно очень люблю Маркеса Фолкнера Людмилу Петрушевскую очень люблю ну очень много прекрасных писателей всех люблю скажите пожалуйста а вот как раз Маркес в одном из интервью говорил о том что у него такое трудное отношение к литературной критике потому что критик очень детально разбирает на что конкретно вот в его жизни в жизни писателя что повлияло на вот эти вот строки на вот этот пассаж на вот это все он говорил что когда ты пишешь это же во многом интуиция ты сам не понимаешь что где на что повлияло что стало мотивом это как айсберг он на Хемингуэе ссылался ты видишь 10 процентов айсберга небольшую часть над водой но ты их видишь потому что 90 процентов еще под водой вот как у вас вы вообще читаете согласны ли вы с этим читаете ли вы какие-то разборы ваших книг не то что ну да критику критику в разных смыслах просто в том числе литературную критику критику я очень много читаю потому что она в любом случае ранит тебя и более того ладно бог с ним если ранит нельзя я себе позволяет подстраивать подстраивать подменение другого человека если ты начнешь делать так как сказали допустим конкретный критик да что ему не хватает может образов или чего-то еще естественно ты прекращаешь быть собой ты теряешь свое индивидуальное естественно критика имеет право на существование твои книги не могут всем нравиться у людей может совершенно разное к этому быть отношение я абсолютно согласна с маркесом ты никогда не знаешь что ты пишешь ты никогда не можешь предугадать как дальше будет такое огромное количество дополнительных незапланированных персонажей ситуаций и прочего приходит во время того как ты работаешь что безусловно ты не можешь представлять конечный результат и когда я читаю какие-то статьи где говорят подразумевалось такое то или какой интересный она придумала ход как она до этого догадалась мне несколько мне несколько смешно потому что ничего этого я не придумывала по большому счету и ничего этого не предполагала это действительно какая-то стихийная стихийное бедствие которое просто сваливается на тебя и вот в этих конкретных ситуациях в этой конкретной обстановке тебе приходится как-то барахтаться как-то выживать и как-то понимать как с этим быть как это происходит технически вот мне очень интересно как человеку который в жизни ничего не придумал не зарифмовал вот что значит вот эта неожиданность что значит ваши слова про то что вы бы вы не можете написать историю про которую вы знаете чем она кончится это моя беда я очень люблю Гарри Поттера и я читала что Джоан Роулинг сначала придумала эту историю сначала до конца а потом сел ее писать я с удовольствием так работала но мне к сожалению получается как только я знаю чем история закончится для меня превращается а как это происходит это вот не знаю вот должна открыться дверь и должен войти там какой-нибудь герой например вот я сажусь и начинаю писать я предполагаю например я когда писала книгу с неба пальцы яблок я думала что это будет сборник рассказов о стариках ну это вышло вылилось совсем другое я могу я могу хотеть написать что-то но не факт что это получится и скорее всего не получится а на самом деле это тяжелый труд вдохновения там очень мало ты себя заставляешь каждый день работать в тексте часть выкидываешь потом та часть которая остается тебе потом когда книга выходит не нравится естественно у тебя миллион замечаний вы перечитываете один раз я перечитываю для того чтобы поймать какие-то вот блохи марина расскажите когда перевели на вот мне очень интересно про перевод на армянский язык вы читали я читала что такое читать на своем втором родном языке я бы не сказала что у меня были какие-то такие подсушенные эмоции скажи так я к сожалению я училась в армянской школе но я не смогла писать на армянском у меня получилось писать на русском мне просто жаль что я вот этого не смогла а звучит оно правильно так как должно поймали интонацию где-то да где-то нет мне очень понравился перевод Манюни мне кажется очень здорово поймали интонацию тем более переводчик моя землячка тоже родилась в Берти она все знает изнутри естественно у меня очень здорово получилось у моих моих текстов одна бита я их пишу очень простыми словами и переводить тоже нужно простыми словами как только переводчик начинает придумывать какие-то не существующие в тексте сложные сочиненные обороты или какие-то тяжеловесные слова вместо простых вот теряется авторский стиль к сожалению и я это в общем наблюдала но что поделать переводчик с вами не консультировалась в процессе и консультируется и не консультируется и предлагают что-то поменять я в этом случае говорю ребят переводить как есть ничего менять не надо потому что в общем оригинал вот он вот в таком виде соответственно и перевод должен быть он таким же Марина расскажите пожалуйста про юмор что вообще это такое как это вообще происходит что это такое ну чувство юмора это вообще мне кажется божий дар и чувство юмор самоирония самокритичность видимо это вот три основных черты которые формируют адекватного человека я не могу общаться с людьми у которых нет правильное отношение к смеху а потому что мне кажется если у тебя нет чувства юмора значит ты зануда очень легко об этом говорить когда более-менее оно у тебя есть мне неудобно перед людьми у которых нет чувства юмора но ребята вам крупно не повезло а что это такое я мучительно сижу и думаю оно у меня есть нет как проверить ну я думаю все таки это адекватное отношение к жизни когда ты умеешь вовремя прервать какой-то пафос какой-то очень правильной фразой когда ты ситуацию видишь не такой какая она есть на самом деле не зеркальная ты видишь отражение ситуации жизни а ты интерпретируешь это по-своему и это радует людей а не нагоняет скуку и тоску это наверное и есть чувство юмора ну мне кажется что у большинства людей оно есть а то меньшинство у которого их есть они учатся учатся стараются подстраиваются потому что это хорошо это прекрасно как происходит вот это что вы так смешно пишите как вы придумываете смешное как вы пишете смешно это не придумывается если бы я умела писать постоянно смешно я бы писала постоянно смешно потому что я хочу чтобы то что я делаю делаю оно утешало людей оно помогало им а видимо есть какое-то вот у тебя в сердце душе какое-то хранилище где есть определенное количество веселящего газа как вы помните у мэри поппинс вот этот веселящий газ от которого все смеялись но он периодически заканчивается и нужно выждать какое-то время когда снова вот эта масса не просто наберется а она видимо какой-то критической своей точке доходит и потом ты начинаешь снова писать смешное я бы хотела конечно написать что-то типа манюй чтобы люди читали им было смешно может когда-нибудь а может быть уже нет то я весь смех который во мне был я уже оставила Ринар расскажите пожалуйста как вы познакомились с фондом созидания помните ли вы это была смешная очень история потому что как мы познакомились с директором фонда созидания Леной Смирновой на одном мероприятии они как раз там были мои книжки и один из отопечителей фонда купил мою книжку и он попросил Лену он попросил и сказал давайте я приглашу писателя в ресторан и Лена мне написала мы тогда были на вы я сказала Елена я пойду с вами только вот если вы со мной я одна не пойду и нас пригласили в ресторан рыбный и там в этот день бытовали всяких морских гадов а мы с Леной вот это вот живое потому что морковь ежа практически жив не умеем есть и не хотим мы стоически в общем просидели там два часа за столом попрощались ушли в Макдоналдс и там поели вот так мы с Леной познакомились и подружились какое-то время я ходила на мероприятия фонда и когда мне предложили стать попечителем я долго не раздумывала но мне было ужасно страшно я просто знаю какие люди работают в созидании какие-то там какие там очень преданные своему делу сотрудники какие там ответственные попечители которые вкладывают в фонд и свои личные средства и свою душу и в общем очень много нервотлепки в том числе уходят безусловно я считала что я недостойна не доросла не умею не смогу не справлюсь да я честно говоря и сейчас так считаю фонд созидания это не попечители это Лена это ее тяжелый труд это пять-шесть сотрудников которые ежедневно проделывают огромное количество работы это прекрасные наши волонтеры которые ежедневно ежечасно готовы помогать во всем во всем у нас прекрасные волонтеры попечителей ну это это другая сторона вопроса я я по возможности помогаю а что вы делаете вот я знаю иногда есть лоты ужин например знаю что вы не очень что вы боитесь таких лот боишься потому что не знает на самом деле кто купит этот лот и в общем не со всеми людьми можно легко и просто найти контакт боишься подвести человека который заплатил деньги за этот лот а у нас очень много мероприятий у нас прекрасное кулинарное шоу куда приходят люди и мы готовим разные блюда потом значит мы все это радостно съедаем и это весело смешно и прекрасно и деньги которые мы там собираем они уходят на лечение детей или на другие фондовские программы я вожу туры туристические с клубом Кожухова спасибо огромное что они нам помогают потому что это это очень здорово когда допустим ты люди собер группы собираются на тебя вы куда-то едете что-то видите что-то наблюдаете а доход клуб перечисляет фонду я рассказываю по мере возможностей о фонде я что-то пишу я безумно на каких-то мероприятиях бываю но я свой личный вклад в тело фонда оцениваю ну в общем совсем небольшим мизерным какие программы фонда для вас самые вот такие дорогие и важные потому что созидание очень много направлений очень подкупает программа помощи библиотекам в отдаленных деревнях потому что вы не представляете как люди там в библиотеке что-то там книг и работники фонда придумали в каждую посылку кроме книг класть еще там пачку допустим печенье кофе или чай и вы не представляете какое-то счастье для этих людей когда они потом сидят и чаемничают и листают книжки которые в общем они приходят очень люблю программу помощи стипендиальную программу потому что в россии очень много талантливых детей которые просто не могут себе позволить обучение и это прекрасная программа где каждого ребенка ведет определенный человек и в общем это не такие большие деньги и эти дети потом вырастают поступают на бюджет они обязательно об этом пишут фонд благодарят и это прекрасно когда благотворительный фонд он занимается не только лечением людей но в том числе поддерживает наверное лечит немножко души поддерживает души это здорово я у нас символ муравей и мне кажется это очень правильный символ я недавно узнала что предками муравьев являются жарящие осы в общем агрессивные и ну а не назовешь их никчемными но не созидающие насекомые и вот представляете от этих агрессивных не созидающих в общем паразитирующих насекомых и пошли муравьи созидающие прекрасные друженики и мне кажется у нас прекрасный символ и да будет так пусть когда-нибудь все агрессивные насекомые превратятся в миролюбивых муравьев Нарина скажите пожалуйста вы занимаетесь активной благотворительностью в России как в Армении с этим происходит вот я знаю что сложная очень ситуация с обезболиванием вот какие у вас такие точки на которые вам бы хотелось чтобы было чтобы люди обратили свое внимание в первую очередь там действительно очень много проблем и там есть благотворительные фонды которые стараются очень помогать и это у них получается и я знаю там конкретных людей которые этим занимаются и я очень горжусь ими потому что в Армении в стране в стране которая находится в состоянии экономической блокады которую покидают люди очень сложно помогать просто потому что нет денег нет денег но они там как умеют как могут и я с огромным уважением к ним отношусь очень много действительно там проблем тяжелая проблема с онкологией Армении много лет была лидирующей лидирующей позицию у меня моя подруга которая живет в Австралии она врач-онколог и она ездит по миру и она курирует эту часть эту отрасль как можно ее правильно назвать она мне сказала что наверное у вас ситуация действительно катастрофическая и с этим нужно что-то делать и в том числе поэтому я была очень рада тем переменам которые произошли у меня на родине а потому что хуже уже не будет хуже быть не может конечно может но не хотелось бы пусть там что-то меняется потому что нельзя так дальше жить и в первую очередь в медицине в том числе потому что допустим меня раздражали чудовищно вот эти огромные баннеры которые висели по Ереванам по улицам Еревана на которых было написано что Армения страна медицинского туризма нет такого там а что это значит то есть приезжайте к нам лечиться ну не может этого быть если в Ереване МРТ стоит столько же или дороже чем в Москве если люди из Армении ездят в Грузию чтобы покупать себе лекарства чтобы лечиться потому что с проживанием дорога и прочим там оказывается все дешевле значит что-то там не так и с этим нужно как-то бороться и я очень надеюсь что с этим будут бороться потому что первоочередным у любой власти должно быть здоровье нации Анарина а есть такие вот направления деятельности направления в созидании вот которые бы вы хотели чтобы были за которые вы там которые отстаиваете голосуете говорите давайте вот это естественно вы знаете у нас так много программ что хочется немножко даже их сократить но благотворитель он ведь то есть донор тот который жертвует деньги он может он не готов отдать деньги допустим на лечение ребенка но он с удовольствием поможет детскому дому у нас наверное программы на все случаи жизни и множить чтобы каждый мог помогать множить их тоже не имеет смысла потому что иначе мы не будем справляться а большой фронт работы действительно ведет созидание при том что это небольшой фонд и один из самых стареньких фондов старших взрослых фондов взрослых но он маленький он не вычурный он по возможности вот сколько умеет столько делает хочет больше мы хотим больше по возможности больше помогать но в общем мы понимаем что есть большие огромные фонды и спасибо им спасибо чулкам пахаматовой спасибо константину хабенскому это прекрасно когда в стране есть люди которые помогают готовы помогать и не устают помогать какая у вас такая самая не знаю может быть дорогая вам история последнего времени в работе фонда или история за которую вы больше всего переживали у нас есть девочка джанетка у нее редкое достаточное заболевание это хрустальные дети это очень добрый очень открытый очень отзывчивый очень красивый ребенок который своим личным примером своим жизнелюбием своей благожелательностью своей бесконечной открытостью она каждого из нас учит жизни и пожалуй вот джанетка она именно тот случай тот человек тот поступок то сердце которое которое и поддерживает всех нас спасибо ей большое за это последний вопрос мне не простят если я вам его не задам расскажите пожалуйста как вам удается так фантастически выглядеть в смысле внешне 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 ой ну что вы видите вот эти мимические морщины я каждое утро наблюдаю их и думаю ну мать ты постарела не знаю мне 47 лет я никогда свой возраст не скрывала мне наверное немножко повезло с кинетикой я не очень предрасположена к полноте но все возрастные изменения я на себе наблюдаю с горечью или с улыбкой мне кажется нужно относиться к себе такая какая вот ты сейчас такая полюби себя такой через 20 лет ты полюбишь себя другой просто относись к себе с пониманием тогда и все будет хорошо спасибо вам большое спасибо 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 спасибо